привет 10-дневный ретрит у нас был по цигун медитации в таком прекрасном месте природа везде связи мобильные нет у каждого этот ретрит проходил по-своему и интересно как-то проходил у тебя потому что ты занимаешься уже давно и есть у тебя опыт есть результаты какие-то не первый ретрит это для тебя вот и 2 2 на этом же месте злотный затрон вообще этот ретрит интересно начинался потому что на прошлый ретрит запланировал оставил себе цель следующий год сюда обязательно и за за три месяца это все начало рушиться все эти планы по работе и заработаю получается я потерял надежду что я сюда приеду намерение было приехать вернуться это намерение видимо как-то сработало все получилось через разные интересные случайности которые не случайны в общем я тут оказался да я помню ты рассказывал что все так в какой-то момент складывалось как будто бы ничего не получится вдруг то есть я был на проекте на сервере сахалина и этот проект должен был закончиться в конце августа начале сентября примерно потерял одессы приехать на ретрит ну я там заболел удачно сказать за болезнь пришлось уехать поехали в больницу была мини операция лежал в больнице и после после этого мне появилась надежда будет так нужно использовать этот плюс и вырваться вообще получилось какой для тебя это был ретрит вот сам процесс который происходил может быть в сравнении с твоими ожиданиями и с тем что было по факту и что для тебя было ценным интересным может быть новым может быть какие-то интересные результаты или ну вот расскажи о своих впечатлениях вот именно о процессе я сюда ехал в принципе цели были на 3 цели это первое вылечить ногу которая заболела там на работе второе это поработать со своей по желудочным желудком постоянная проблема которая регулярно возвращаюсь который я работаю на 3 эмоции как всегда все пошло немножко не так то есть ретрит процессе ретрита выявились другие моменты интересные то есть началась работа с личностями я работал с проблемой с ногой и с поджелудочной как и планировал помимо этого еще много разных моментов был интересный момент то есть когда приехал я приехал на три дня позже чем все остальные и в этот день было обязательно практика молчания все приехал и как бы сразу замолчался замолчал да и это было интересно то есть многих людей еще здесь не знал мы не познакомились мы с ними никак не общались приходилось молча как-то взаимодействовать такой интересный опыт затем я решил продолжить молчание еще на два дня целом я три дня молчал и это было очень интересно потому что после первого дня обязательного все заговорили практически я один молчал еще два дня я чувствовал во первых почувствовал несколько напряжения некоторых людей то есть они хотели со мной пообщаться что-то выяснить кто-то хотел познакомиться и как-то вот это было неловко при этом мне было очень спокойно я это наблюдал не испытывал никаких напряжений еще один момент процессе молчания очень хорошо проявился пойдем обратно такой момент интересный мы когда медитировали я стал замечать на второй день молчание что с некоторыми людьми как будто совпадают мысли то есть например вот ты что-то спрашивал ну какой-то может быть вопрос и я хотел ответить да вот желание такое появлялась спонтанное затем я вспоминал что я молчу я просто молчал наблюдал его и все и тут же буквально через секунду две три может быть пять кто-то говорил то же самое такое происходило очень часто и причем большинстве случаев с одним человеком это вот юра такое ощущение что на третий день я почувствовал что мы с ним что-то типа как одной волне какой-то наши мысли это очень интересный опыт молчания затем был опыт повлияло как-то практика молчания кстати на на твою медитацию заметил что что это запустило дало не я думаю повлияло в том плане что стало как-то шумы уменьшились то есть я бы не сказал что как кардинально что-то изменилось но качество практики я думаю выросла тем более я говорю что опоздал на три дня и поэтому мне надо было быстро влиться я думаю что мне это помогло шумы ниже из-за этого качество практики было очень был интересный опыт не единия почти два дня тоже я не планировал вообще может оказался и так у меня много проблем и если еще зачем придумывать но зачем еще в процессе когда большинство людей учились к этому я видимо тоже как-то как-то влился и ужинаю перед этим днем я стал понимать что я не хочу есть практически я ел только из-за того что была вкусная еда просто и я понял что я готов все я попробовал я не ел почти два дня планировал 3 но уже на второй день утром я проснулся мне было очень хорошо мне поджелудочная сразу отреагировала но при этом опять же голода не было было головокружение слабость утром я это сделал практику альтернативного питания не полегчало и к обеду уже я прям почувствовал как у меня включился этот процесс я не хотел есть вообще и при этом чувствовал прекрасно и я почувствовал мысли ясные практика на этом фоне как-то проходила интересно что она прям качественно изменилась но были такие состояния очень чистые плюс обострилась да вот эта проблема с поджелудочная в принципе так как я с ней уже работал я думаю что не просто так я решил как сейчас себя поджелудочной чувствовать сейчас отлично но я понимаю что необходимо дальше работать что это не просто так разовая акция да интересный был опыт общения с несколькими участниками спасибо валили большое за то что он профессиональным методом выявил мне некоторые субличности которые сидели глубоко это было очень интересно расскажи про это поподробнее ну про вот про вот эту ситуацию про субличности что рассказывал я в целом такой человек как сказать безобидный простой но есть такая субличность которая много-много лет назад видимо не пришлось как-то родить культивировать там субличность такого парня который может за себя постоять и ответить за любые слова ну потому что пришел приходилось расти в таких районах где и спортом занимался и как-то вот есть такая субличность которая готова за себя постоять и вовремя некий такой агрессор да ну такой да да вот и когда мы отдыхали вместе весело было как-то непринужденная обстановка вроде бы и валера как-то так агрессивно оскорбил меня я пытался это пронаблюдать свои свои реакции но субличность волнообразно выходила из меня накатывала накатывала и я понял что не могу уже дальше наблюдать и вот это вот все выплеслось то есть я резко начал разговаривать валеры переросло в такой конфликт было интересно но потом я я смог все таки как-то наблюдать не вовлечься с головой да я я вовлекся но потом успел до наблюдать я ну как-то откат произошел на следующий день я уже практике пронаблюдал это состояние это было интересно да очень интересно такое то что ты рассказывал да что ты по сути как бы обнаружил некую старую субличность которая не актуальна на данный момент но которая в общем то есть и да то есть я я себя не веду так долгое время не было причин каких-то к этому а тут вот на фоне практики это как-то проявилось я даже не думал вообще ну еще интересно было в тот момент я прям почувствовал во-первых свой адреналин физически его как-то ощутил какой-то мере это еще параллельно я почувствовал валеру очень хорошо то есть сначала я почувствовал его некую такую агрессию и какое-то чувство вседозволенности уровень бог то есть он когда оскорбил меня он это сделал так что я даже в мгновение так неожиданно это было поверил я поверил да то есть на самом деле чуть ли не испугался сам а потом когда я с ним стал разговаривать я почувствовал уже обратную реакцию от него я почувствовал как он испугался и под прям почувствовал его из мы вчера с ним это обсуждали очень интересно но и он тоже это примерно так рассказывал мне понравилось еще то что мы обсуждали вот ну тоже по поводу этой ситуации когда он тебя назвал как-то да оскорбил но по сути он указал на некое качество да я сначала сначала мне конечно было негодование потом когда на следующий день я начал это наблюдать сначала я наблюдал просто свои реакции а затем вот эту саму ситуацию оскорбление и меня это задевало очень сильно буквально немного подумав об этом и практике это пронаблюдав я пришел к выводу собственно и что то есть я пришел к тому что оскорбление на меня вообще никак не повлиял назвали меня вообще абсолютно и это очень интересно использовать это в жизни дальше если будут какие-то похожие ситуации то есть зачем зачем вовлекаться в них я просто это понял да что нет никакого смысла и если ты будешь это вовлекаться это будет как как сказать как будто вот стену как-то ломишься что ли то есть будет какая-то борьба борьба да если ты это спокойно пропускаешь через себя наблюдаешь у меня сейчас была такая ассоциация ты когда рассказывал что но ты говорил о том что вот это качество и ты какой-то степени пронаблюдал да вот это внутри себя процесс и у меня такая ассоциация родилась что как бы произошел такой процесс принятия когда ты наблюдаешь ты как бы принимаешь да это так и что и в момент когда например мы не принимаем что-то да вот некое внутреннее сопротивление в этот момент мы ощущаем эту внутреннюю борьбу и стресс который возникает типа это не так и все и пошла вовлеченность какая-то вот и вот именно принять интересно в жизни это интересно применять в каких-то других разных ситуациях да то есть не только в оскорблении бывают какие-то моменты когда тебе кажется что этот человек должен повести по отношению к тебе к тебе вот таким образом он ведет себя по-другому как же так негодование какой-то меня там обидели или меня недопонимают или уделять мало внимания ну то есть вот в таких моментах это тоже можно использовать здорово ну вообще хотел бы сказать что очень такой продуктивный ретрит интересный и буду планировать на следующий год обязательно сделать хотя бы это традиции да классно раз в годик хотя бы раз в годик хотя бы раз в годик а кстати почему ты считаешь что вот интересно твои отношения так как ты уже был не раз на ретритах да то есть тебя что-то сподвигает мотивирует повторять это да и вот появился даже такой вот то что ты озвучил ощущение да что хотя бы раз в год а может быть и чаще а почему что это все просто дает раз в год потому что для тебя я практикую дома регулярно но эта практика она не дает какого-то скачка скачка резкого да в развитие то есть больше на таком уровня поддержания своего здоровья то есть нет развития нет такого прыжка вперед а ретрит это дает на ретрите то прям ощущается как практика углубляется состояние появляются более такие интересные проблемы выявляются всплывают разные психологического характера физического поэтому это просто необходимо хорошему хорошему я бы конечно хотя бы раз в сезон уезжал на ретрит потому что я помню результат после прошлого ретрита они где-то около месяца наверное вот как-то это держалось все так а затем опять немножко скатилась в один уровень такая рутина по практике то есть полезно себя иногда выдергивать из-за того здорова все спасибо